Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжим читать книгу Судей. У нас 15 глава. Читаем мы книгу Судей в переводе российского библейского общества. И 15 глава продолжает историю Самсона. В 14 главе рассказывалось о неудачном сватовстве, точнее говоря, неудачной женитьбе Самсона, закончившейся скандалом и побоищем. Самсон ушел, оставив в неизвестности свою несостоявшуюся жену. И вот 15 глава продолжает это повествование. Потом, уже в пору жатвы, пшеницы, Самсон пришел навестить свою жену. Он принес с собой козленка. Он сказал, я иду к своей жене в ее комнату. То есть, после всех событий, которые были описаны в 14 главе, вот этот человек, обладающий невероятной физической силой, Самсон решил, что ему эта девушка нужна все-таки. Он вернулся к ней с даром, принес козленка, предполагал, видимо, какой-то пир организовать, и сказал, иду к своей жене в ее комнату. Но ее отец не пустил Самсона. И сказал, я думал, ты ее бросил, и я отдал ее одному из твоих товарищей. На свадьбе присутствовало большое количество друзей со стороны жены. Они все были филистимлине. И когда Самсон ушел, устроив ту драку, о которой говорилось в 14 главе, то родственники жены сочлись, что жених сбежал, что свадьба не состоялась. И эта девушка вышла замуж повторно за одного из вот этих присутствующих на пире свадебным друзей. И когда Самсон спустя некоторое время явился, хотя вроде так и с добром, с миром, с козленком в руках, то отец девушке сказал, нечего тебе делать в ее комнате, в ее спальне, как говорится в синодальном переводе. Она уже жена другого человека. Ее младшая сестра, та еще лучше. Бери младшую вместо нее. То есть со стороны семьи тоже не было желания конфликтовать. Ну, так уж сложилось. Самсон сам виноват. Он ушел, он ничего не сказал. Я вернусь, жди меня, моя ненаглядная. Со скандалом исчез, состоялся второй брак. У этой девушки так. В общем-то, это было достаточно обоснованно. И родственники говорят в спальню к этой бывшей твоей невесте. Незачем тебе идти, она уже замужем. Возьми другую, ее сестру. Она еще лучше, еще краше. Самсон сказал, ну, теперь филистимлине сами виноваты, что я буду мстить им. То есть это предложение взять младшую сестру совершенно ему не понравилось. Он пришел в состояние такого, крайне в раздражение. Вот, счел, что он оскорблен невероятно. И решил мстить филистимлиным. Он пошел, поймал 300 лисиц, связал их по две хвост к хвосту. Может быть, это были не лисицы, а шакалы. Это какой-то особый вид шакалов, которые проживали в этой местности. Связал их по две хвост к хвосту, привязал к хвостам каждой пары по факелу. И потом зажег факелы и пустил лисиц на филистимские поля. Мы помним, что это было время жатва пшеницы. На всех полях лежали собранные в снопы высушенный урожай, пшеница, хлеб. Кое-где еще было даже не собрано. И вот эти лисы с огненными факелами, привязанными к хвостам, или шакалы, разбежались по всем этим полям. Конечно, начался страшный пожар. Пустил он лисиц на филистимские поля, сжег и стога, и несжатый хлеб, и виноградники, и масличные деревья. То есть причинил огромный урон всему филистимскому хозяйству. По тем временам это, конечно, была очень серьезная катастрофа, я бы сказал. Это грозило голодом для филистимлен. Напоминает немножко историю, которая приключилась в Древней Руси, когда святая равнопостольная княгиня Ольга мстила за смерть своего мужа Игоря, и к хвостам птичек привязала тоже горящую солому и сожгла таким образом целый город. Так вот, Самсон сжег весь урожай, сгорели виноградники, сгорели сады, где росли масличные деревья. Кто это сделал, спросили филистимлене. Им ответили, Самсон, взять того человека из темны, который отдал его жену другому. Все все знают, людей было не так много, все все видят, вот и такого долгого расследования не понадобилось. Всем было все известно, что это сделал Самсон, что это он устроил, вот это стихийное бедствие, это страшный пожар. И сделал он это не просто так, а в связи с тем, что его жену отдали другому. Филистимлене не хотели воевать с Самсоном, не хотели воевать с аудеями, видели колоссальную силу Самсона, и такой враг им был не нужен. На тот момент они хотели мирной жизни. Они пошли и сожгли эту женщину вместе с ее отцом. Так страшно окончились дни несостоявшейся жены Самсона и ее отца. Для того, чтобы как бы умилостивить Самсона, филистимлене убили, сожгли этих людей. Казалось бы, могли бы устроить войну против Самсона, которая причинила им такой урон, но они предпочли наоборот совершить вот эту страшную вещь, сжечь девушку, сжечь отца, и как бы попытаться таким образом установить мир Самсоном. Получилось? Ничегошеньки не получилось. Самсон сказал, не успокоюсь, пока не отомщу вам сполна. И он учинил филистимлененам страшное побоище, а потом ушел и поселился в пещере под этамской скалой. Даже после страшной смерти своей бывшей жены и отца он не успокоился. Так и сказал, не успокоюсь, учинил страшное побоище. «Филистимлены пришли в Иудию, стали там лагерем, заняли лихи. Зачем вы идете на нас войной?» спросили у них жители Иудии. Те ответили, «Мы пришли, чтобы связать Самсона и отплатить ему за то, что он нам сделал». Ну, такого врага под боком филистимлене сочли, что не нужно им терпеть, надо все-таки что-то с этим делать, в следующий раз опять придет, еще что-нибудь устроит. Вот, и они собрали небольшое войско, отправились в Иудию, Иудеи их встречают, говорят, «Вы войной на нас идете?» «Нет, нам нужен только Самсон». Мы пришли, чтобы связать Самсона, отплатить ему за то, что он нам сделал. И три тысячи жителей Иудии пришли к пещере под этамской скалой. Они сказали Самсону, «Ты ведь знаешь, что мы под властью филистимлены, что же ты делаешь с нами?» Я отплатил филистимленам за то, что они сделали мне, ответил Самсон. Иудеи не хотят сражаться с филистимленами. Вот есть некоторое неустойчивое такое равновесие, что филистимлены доминируют в этом регионе, но и не нападают на иудеев. Как бы власть им принадлежит над регионом, но такой вот открытой войны нету. Зачем нам это нужно, говорят иудеи, мы не хотим войны. Зачем ты это сделал с филистимленами? Я отплатил филистимленам за то, что они сделали мне, ответил Самсон. Жители иудеи сказали, «Мы пришли, чтобы связать тебя и выдать филистимленам. Нам не нужна война, поскольку пришли только за тобой, то мы тебя сейчас вяжем и выдадим». «Поклянитесь, что вы не причините мне зла», сказал им Самсон. Имеется в виду, «Не убьете меня. Я позволю себя связать, я позволю, не сопротивляясь, чтобы вы меня связали и передали врагам, филистимленам, пожалуйста, если вы не причините мне зла, если вы меня не раните и тем более не убьете». «Непричиним», сказали они. Иудеи, пришедшие выдать Самсона, да, хотят его связать и выдать, сами они его не хотят ни ранить, ни убивать. «Только свяжем тебя и отдадим филистимленам. Мы не станем убивать тебя». Самсон позволил. Они связали его двумя новыми веревками и вывели из пещеры. Новые, свежие, крепкие веревки использовались. Как только Самсон подошел к лехе, филистимлены с криками устремились на него. И дух Господа охватил Самсона. Веревки на его руках сделались, как лен, объятый пламенем. Спали с рук его путы. На глаза Самсону попалась еще не высохшенная ослиная челюсть. Он схватил ее и перебил ею тысячу филистимлен. И сказал Самсон, «Челюстью осла перебил я врагов без числа, тысячу человек челюстью осла». Сказав эти слова, он отбросил ослиную челюсть, а место это так и назвали «рамот лехи». Вот когда связанного Самсона привели перед это войско, филистимское, которое насчитывало тысячу человек, он воспользовался своей невероятной физической силой, которая ему от Бога была дана, разорвал на себе эти веревки, они вот стали как лен, объятый пламенем. Видимо, это какое-то его внутреннее пламя, которое в нем кипело, какая-то ярость его. Вот он разорвал эти веревки, схватил ослиную челюсть, которая там валялась, ну, как бы сейчас сказали, как кастет, наверное, как оружие использовал эту челюсть, и с этой челюстью в руках тысячу своих врагов он победил. Такая вот невероятная цифра, вот такой силой он обладал, таким он был воином. Здесь есть игра слов, которая в переводе, что в синодальном, что в переводе российского библейского общества не очень видна. Вот он говорит, челюстью осла я перебил врагов без числа. Осел на иврите это хамор. И точно так же звучит слово куча, множество. Вот челюстью осла хамор я победил хамор, то есть множество, кучу врагов. И само это место так и назвали рамот лехи, что-то вроде ослинная высота, даже челюстная, это не осел, это именно челюсть лехи. И одолела Самсона жажда. И он возвал ко Господу, ты даровал мне рабу твоему эту великую победу, так неужели я теперь умру от жажда, попаду в руки необрезанных. И тогда Бог отверз возле лехи расселину и потекла оттуда вода. Самсон напился воды, и к нему вернулись силы, он остался в живых. И по сей день этот источник возле лехи так и называется Эн-ха-коре. Самсон был вождем Израиля 20 лет во времена филистимского владычества. И вот этот последний эпизод он очень важен, потому что становится понятно откуда с точки зрения составителя книги судей Самсон черпал свою силу. Это была сила данная ему от Бога. Вот он совершил эту невероятную победу, победил, и дальше он стал умирать от жажды. И он обратился к Богу с молитвой «Господи, ты даровал мне эту победу, неужели теперь ты дашь мне погибнуть, попасть в руки необрезанных?» То есть филистимлин. Он сейчас ослабеет от жажды, сила его и его захватят все-таки его враги. И Господь сотворил чудо, открыл источник в той местности вообще вода, колодец, источник, это жизнь. Воды всегда не хватает, без воды невозможно ни самому жить, ничего растить. И вот появление источника по молитвам Самсона, это вот показывает тоже ту же его силу, не его в точном смысле слова, а Божию силу, то, как Господь его благословляет. Вот он не только врагов побеждает, но и по его молитве земля отверзается и появляется источник. и вот в этих строках, в этой краткой главе рассказывается о тех двадцати годах, которые Израиль был под Вадим, Израиль был Вадим, именно этим удивительным человеком Самсоном. Ну, продолжение этой истории будет в следующей, шестнадцатой главе, а эту главу мы читали, пятнадцатую, по переводу Российского Библейского Общества для Библейского Портага Экзегет. Продолжение следует...